Не думайте, что в участок по отлову и содержанию животных привозят только беспризорных дворняжек. Нередкости такие породистые, как этот благородный алабай. Кто-то, конечно, просто потерялся, а других бессовестно предали и выкинули, как ненужную вещь или мусор. Все они с этого момента сначала отправятся на карантин, осмотр к ветеринару и только после, в общее помещение с вольерами. Кого-то узнают и найдут через день, а кто-то сдержится на долгие годы, которые будут однообразно тянуться без хозяина его любви и заботы. Наверное, именно поэтому каждого вошедшего в свое общежитие встречают они громким лаем, словно просят «посмотри на меня, забери меня отсюда». На сегодняшний день на участке по отлову и содержанию безнадзорных животных находится 129 собак, 17 щенков, 27 котов и 30 котят. Ежедневно проводятся рейды как по графикам ЖЭС, которые находятся на сайте, как и у нас, и у ЖРЭО, так и по заявкам службы 115 ЖЭС и других юридических лиц. На данный момент, как бы сказать, животных в городе, можно сказать, чуть-чуть стало меньше, может уже люди стали добросовестнее относиться. Также увеличились у нас услуги населения для стерилизации, то есть мы для населения на платной основе стерилизуем животных. Этот мальчик попал сюда буквально пару дней назад и, в отличие от других собак, не лает, а лежит с обреченным видом. Наверное, он потерялся или… Но он не сможет рассказать свою историю, назвать прежний адрес и спросить в итоге не с кого, а ведь собаки – самые преданные существа на свете. Хотелось бы, чтобы брали животных больше, так как ему нужен дом, им тут сидеть, как сказать, некомфортно, им нужен хозяин, им нужна любовь, ласка. В общении с человеком нуждаются и кошки, ведь те, кто однажды уже лишился крова, бывают особенно благодарными, готовы простить предательство и забыть голодную жизнь на помойке. Они будут встречать у двери, приходить погреться и мурчать перед сном, спасать от одиночества и плохого настроения, лечить от болезней и создавать уют в доме. На сайте участка по отлову и содержанию безнадзорных животных можно выбрать друга прямо сейчас, а возможно, вам уже забыл в душу кто-то из этого сюжета. У каждого бездомного кота и даже самой маленькой собачки есть большое любящее сердце, а поэтому не смотрите фотографии на сайте, а лучше лично приезжайте, ведь эта встреча может изменить не только вашу жизнь. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктова. Спасибо. Спасибо.